Привет! Сегодня будем говорить про инверсию. Что такое инверсия? Инверсия, если просто, это перестановка слов в предложении. Так что нарушается привычный порядок слов в этом предложении. На самом деле мы используем инверсию всегда, когда говорим по-английски и на самом деле об этом не задумываемся. Will your parents let you go to the festival? Твои родители тебя отпустят на фестиваль? Does she know how to operate this machinery? Она знает, как управлять этим механизмом? There are some apples on the table. Там на столе яблоки. Немножко яблок. There is a cat on my lips. У меня на коленях кот. Инверсию не всегда можно переводить на русский язык, поэтому что в русском мы привыкли выделять важное интонацией, ударениями, я не знаю, жестами. И не каждое предложение можно трансформировать при помощи инверсии. Как определить, нужно ли использовать инверсию? Инверсия уместна, если вы хотите что-то выделить, подчеркнуть или сделать какой-то акцент на чем-то, поделиться какой-то эмоцией. Инверсию можно употреблять только с определенными конструкциями, словами и фразами. Сегодня сделаем инверсию более практичной. Мы упорядочили и собрали для вас 19 конструкций, которые помогут вам пользоваться инверсией в повседневной жизни и в вашей речи. Да, 19, но зато все будет собрано по полочкам, систематизировано, и вы легко сможете ориентироваться. Мы постарались организовать и сгруппировать информацию, чтобы вы не запутались и усвоили материал. Будет отлично, если вы создадите свой конспект, таблицу, я не знаю, или составите свои примеры, которыми поделитесь в комментариях. Может быть, а я точно помогу откорректировать их, если нужно. Первое. После слов here and there в разговорной речи распространены предложения, которые начинаются с пустого подлежащего. There или here. Которые переводим на русский как вот или вон. Here goes your sister. Вот идет твоя сестра. Here comes Bobby. И вот Бобби. Here is your tea. Вот твой чай. Если подлежащая выражена личным местоимением, personal pronoun, то инверсии нет. Here you go. There he is. А вот и он. Here you go. Вот держи. Еще несколько примеров предложений с инверсией, в которых акцентируется именно на место действия. There are some questions after the text. После текста несколько вопросов. There is a table in the middle of the room. Посередине комнаты стол. I looked out and there were playing the children. Я выглянула на улицу, а там играли дети. She opened the door and there stood a postman. Она открыла дверь, а там стоял почтальон. Второе. После указателей места. Если нужно сделать акцент на месте, но вы хотите использовать не глагол to be, а именно глагол действия, например, stand, sit, lie, hang и так далее, то указатель места можно поставить на первое место. После него глагол, а после него подлежащее. Перед домом располагается маленький сад. Above the table hung an old mirror. Над столом висело старое зеркало. At the fireplace was sitting an old man. У камина сидел старый человек. Легко, потому что в русском у нас тоже так же строятся предложения. Три. После указателей направления движения. Часто инверсия встречается в предложении с глаголами движения. Do, run, walk, drive. Движение. На первом месте стоит указатель движения, предлог движения или фраза. Обратите внимание на предлоги, которые используются с разными глаголами движения. Чаще всего это to, или across, или over и так далее. Across the road was running a boy. Через дорогу бежал мальчик. And off they went. И они ушли прочь. Up the mountain were climbing three people. Вверх по горе взбирались трое людей. В описаниях, повествованиях, историях, указаниях места, направлений специально ставят в начало предложение, чтобы передать обстановку. The setting. Создать, так сказать, атмосферу. Четыре. После прямой речи. В русском тоже так же. Здесь нам будет легче. Good night, said the mother. Или mother, the mother said. Спокойной ночи, сказала мама. Nothing serious has happened, replied the policeman. Ничего серьезного не произошло. Ответил полицейский. Where is my bag? Asked the girl. Где моя сумка, спросила девочка. А не девочка спросила. Как это положено в обычном английском утверждении. Если после вопроса в прямой речи у глагола ask есть дополнение, указывается у кого спросила или спросил, нужен прямой порядок слов. Where is my bag? The girl asked her friend. Her friend. Это уточнение. Кого она спросила. Где моя сумка, спросила девочка свою подругу. Подведем итог. Во всех вышеописанных случаях инверсия получается путем перестановки глагола на позицию перед подлежащим. При этом переносится вся форма. То есть, если вспомогательный глагол во временной форме уже есть, он не отделяется от смыслового, как происходит в вопросе. А если вспомогательного глагола в утверждении нет, во временах present simple, past simple, то вспомогательные глаголы do, does, did не появляются. В случаях использования, которые мы рассмотрим далее, обращайте внимание на вспомогательный глагол. Теперь мы не просто переставляем слова местами, а следуем порядку слов, типичному для вопроса. Вспомогательный глагол появляется и выходит на место перед подлежащим, а смысловой глагол остается после подлежащего. Не забывайте также, что во временах present simple, past simple, когда в предложении появляется вспомогательный do, does или did, смысловой лишается всех окончаний и стоит в первой форме. Пятое. В восклицаниях. В разговорной речи можно услышать эмоциональные восклицания с инверсией. Oh, am I starving? Какой же я голодный? Ну или как же я голоден? Have we got a present for you? А у нас такой подарок для тебя? Oh my, was he furious? Ну и разозлился же он. Отдельно стоит выделить восклицание пожелания с модальным глаголом may. May all your dreams come true. Пусть сбудутся все твои пожелания или желания. May your life be happy. Пусть твоя жизнь будет счастливой. Инверсия в восклицаниях часто встречается в письменных произведениях и в описаниях. Это книжный стиль, который сейчас считают устаревшим, но он тем не менее есть. How beautiful are these flowers? Как красивы эти цветы. How amazing is the view? Какой потрясающий вид. Шестое. После прилагательных и причастий. Не всегда описанные предложения восклицательные. После прилагательных и причастий тоже можно использовать инверсию. Если вы хотите сделать акцент на описании и выразить свое эмоциональное отношение к нему. Amazing was the view. Как прекрасен был вид. Gone were those days. Давно прошли те дни. Семь. После комбинации so плюс прилагательное. При переводе этих предложений на русский нужно переводить so как такой и выделять его интонацией. Ее пение было таким необычным, что ей аплодировали стоя. Восемь. После слова such. Such это тоже такой и служит для выделения меры чего-либо. Только в отличие от so употребляется с существительными, а не с прилагательными. Such is the price of the estate that no one can afford to buy it. Цена поместье была такой, что никто не мог позволить себе его приобрести. Such was the risk that he could not go out without the security. Риск был таким, что он не мог выходить без охраны. Девять. После as и then. Many animals hibernate in winter, as do the bears. Многие животные впадают в спячку, зимнюю, как и медведи. As was the tradition, we threw some coins into the water. По традиции мы бросили несколько монет в воду. Native speakers of English speak more fluently than do learners. Носители языка английского говорят более бегло, чем изучающие этот язык. Кроме того, существует целый ряд слов и выражений с отрицательным значением, после которых непременно используется инверсия. Десятое. После наречий с отрицательным значением barely, hardly, scarcely, seldom, rarely. Seldom did she think about her future. Она почти не думала о своем будущем. Rarely does a day pass without any phone calls. Почти ни дня не проходит без телефонных звонков. Обратите внимание, в предложениях с наречием barely, hardly, scarcely они все могут переводиться как едва, только-только, как-только, когда есть два действия. Одно едва завершилось, а другое сразу началось. Очень часто присутствует слово when. Едва я собралась, как приехало такси. Hardly did I open the window, when it started to rain. Как только я открыла окно, пошел дождь. Scarcely had he fallen asleep, when the phone ran. Едва он уснул, когда звонил телефон. После слов never, nowhere. Never had we been more motivated than during the first month of work. Никогда мы не были так мотивированы, как в течение первого месяца работы. Nowhere could we buy flowers in the middle of the night. Нам нигде не купить цветы среди ночи. Двенадцатое. После слова little. Слово little в инвертированных конструкциях переводится как совсем не, вовсе не. И употребляется с глаголами know, understand, think и подобными, после которых часто можно встретить слова what, how, when. Little did we know what to do. Мы совсем не знали, что делать. Little could he understand how to drive a car. Он совсем не понимал, как водить машину. Little did she know when to start her presentation. Она совсем не знала, когда начинать презентацию. После no sooner. Переводим как только или не успел что-либо сделать, как Как только мы зашли на борт, ребенок начал плакать. Как только она получила работу, начался кризис. С no sooner нужно использовать then. Запомнить можно так. Sooner это сравнительная степень. А чтобы сравнить, нам нужно then. Четырнадцатый. После not в различных выражениях. Not может вступать в разное сочетание, после которых порядок слов должен быть изменен. Предложения такого типа могут переводиться на русский по-разному. Not a single word of apology did we hear from him. Ни единого слова извинения мы от него не слышали. Not until two hours later did I remember about the appointment. Не ранее, чем через два часа я вспомнил о договоренности или о встрече. Not for a moment did I forget about him. Ни на минуту я о нем не забывала. Я не мог пойти домой, ни ранее, чем закончу работу. Люди могут не только увидеть картину, но и встретиться с художником. Вот такая фраза. Я проспала вчера, и рейс задержали. Not only did I oversleep yesterday, but also the flight was delayed. I didn't know you had another level. I know, neither did I. После устойчивых выражений со словом no. Если предложение начинается с этих выражений, со словом no, нужна инверсия. Under no circumstances, should you tap under a window. On no account. Ни в коем случае. Under no circumstances. Ни в каких, ни при каких обстоятельствах. In no way. Никаким образом. At no time. Никогда. On no account are the children to stay out late. Ни в коем случае детям не разрешается гулять допоздна. Under no circumstances, should you open the door. При никаких обстоятельствах не открывай дверь. Ни при каких обстоятельствах не открывай дверь. In no way did I want to offend you. Никаким образом я тебя не хотела обидеть. At no time did you tell me the truth. Ты никогда мне не говорил правды. После фраз указателей времени. Со словом only. Only after the investigation is finished, will he get the passport back. Только после того, как расследование будет завершено, он получит свой паспорт назад. Only once before have I lost my case. Лишь один, единственный раз, когда я потерял ключи. Как только я вышел из дома, я вспомнил предостережение. 17. Had it not been for, would have plus past participle. Здесь нужно разобраться подробнее. Мы часто используем такое выражение. Если бы не, то, когда что-то произошло в прошлом, и мы рассуждаем на эту тему. Например, мы можем кого-то поблагодарить или порадоваться тому, как сложились обстоятельства. Если бы не ты, у меня бы ничего не получилось. Если бы не та конференция, мы с тобой бы никогда не встретились. Как выразить вот эти фразы на английском при помощи инверсии? Берем конструкцию Had it not been for, добавляем would have plus past participle. Had it not been for you, I would not have passed that exam. Если бы не ты, я бы не сдала тот экзамен. Had it not been for the conference, we would never have met with you. Если бы не та конференция, мы бы с тобой никогда не встретились. Эта конструкция всегда начинается с отрицания, а вторая часть может быть как утвердительной, так и отрицательной. Можно использовать третий тип условных предложений или условные предложения смешанного типа. Тоже там есть такой акцент, если бы не but for. Предпоследний момент. В условной части условных предложений. Условная часть условных предложений после if часто имеет интровертированный вид. Ну, например, условная первая. Conditional one. Если вам понадобится помощь, свяжитесь со мной. Conditional two. Работай ты с утра до ночи, ты был бы очень уставший. Ты бы очень уставал. Третий conditional. Зная раньше, что там очередь, я бы купил билеты онлайн. Фух. Ну и последнее. Кто досмотрел видео до конца, просто герой. После so, neither, nor, значение тоже. Говоря об инверсии so, neither и nor, для удобства можно выделить два типа предложений. Короткие реакции и предложения повествования или длинные предложения. Использование этих слов в реакциях изучают на уровне pre-intermediate. Помните? So do I. Neither do I. I like summer. So do I. Я люблю лето. Я тоже. I have not traveled this year yet. Neither have I. Или nor have I. My brother dreams of becoming a lawyer. And so do I. Mary has not lost any weight. And neither has her husband. The tourist didn't know which way to go. And nor did we. Для чего вам пригодится инверсия? Первое. Понимание языка в оригинале. Как вы заметили, многие случаи в использовании относятся как к литературному формальному стилю, так и характерно для разговорного английского. Поэтому, чтобы понимать, что конкретно имеет в виду автор, вам нужно владеть знаниями об инверсии. Второе. Яркая, насыщенная, естественная речь. Если вы хотите преодолеть эффект плато и кризис среднего уровня, кризис среднего уровня, но четко передавать свои мысли и эмоции, то обогащайте вашу речь предложениями с инверсией. Ну и последнее, конечно, наши международные экзамены. Инверсия – это тот золотой ключик, который откроет перед вами дополнительные баллы на экзаменах, если использовать ее правильно. Все без исключения пособия для подготовки к FCE, CIE, CPE, IELTS рассматривают эту тему и выносят ее на отдельное место. Если в вашем сочинении или устном ответе будет уместное, содержательное, правильно сформулированное предложение, это однозначный плюс на экзамене. Ну вот, пожалуй, и все. Если есть вопросы, задавайте. Постараюсь на все их ответить. Пока!